Я считаю, что как-то ограничивать поведение людей в местах культа совершенно необходимо, но не понимаю, зачем тут специальный закон. Войдите, так сказать, в любое культовое место, в церковь, в синагогу, и вы сразу поймете, какие ограничения там существуют, и вам подскажут, если вы этого не знаете. Другой вопрос, что у нас в последнее время, то, что Екатерина II называла законобесие, я считаю, это по каждому поводу нужно принять обязательно закон, хотя десятки и сотни законов, которые регулируют реальную экономику и политическую жизнь страны, не приняты. Тем не менее, наша замечательная дума, или как ее теперь называют люди, взбесившийся принтер, почему-то очень активно упирает на вещи, которые, видимо, по их мнению, прозвучат в обществе и дадут им на фоне, в общем, жутко низкого рейтинга, какой-то прибавит им чуть-чуть авторитета среди людей, которые невнимательно следят за событиями и воспринимают верхний слой. К сожалению, в нашей стране надо признать, что большинство населения воспринимает только верхний слой как какие-то события, и именно на них направлена вся деятельность и правительство, к сожалению, и президента, и нашей замечательной думы. И вот это очень печалит, потому что это дает возможность просто манипулировать сознанием общества, сознанием огромных масс людей, вызывать какие-то абсолютно неадекватные реакции, которые выгодны в конечном счете очень ограниченному количеству людей в этой стране.